Бесповоротное решение принято на трассе М7. Из-за него до промзона Держинска добраться стало сложнее. Раньше с трассой можно было свернуть на поселок Игуманово. Теперь там установили отбойники и поворот запретили. Когда здесь был поворот сюда, поворот на Игуманово, тут хотя бы половина машин, которые идут на Держинск, половину там проезжали. А здесь уже все. Большие пробки, вообще там стоишь часами. Сейчас люди, которые едут на Держинск, стоят, чтобы повернуться налево на Держинск. Супертофор вообще не справляется. Надо где-то разворот, хорошее дело, чтобы можно было развернуться поближе. Люди раньше переходили. Как ему переходить туда? Здесь, в Рауде, если, наверное, двух-трех километров, пешеходного перехода нет никакого, это разделительное даже нет. Можно было налево выехать на Москву, сейчас куда выйти? Как бы не показали, где проехать-то лучше. Мне объяснили, схема хоть какая-то проезда. Вот сейчас куда ехать? Налево, направо? А здесь только на Держинске или на поворот на Балахну. Но это опять же надо ехать куда-то туда вдаль и опять с поворота Палахна опять поворачивать. И на Балахнинском повороте всегда тоже пробки. Мне надо проехать 20 километров, получается, чтобы развернуться сюда. Ну, конечно, здесь аварий много было, потому что светофора нет и, в принципе, опасно, опасный перекресток такой. Но они, видать, решили вот этим обойтись, вот эту перегородку. Если для безопасности, то следом здесь нужно не через 5,9 километров следующий разворот, а хотя бы через полкилометра сделать разворот на вот эту трассу. Тогда это будет безопасно. За комментариями относительно закрытия поворота мы обратились в управление дорогой Москва-Нижний Новгород. Эта организация находится в подмосковном Ногинске. Там сообщили, что вопрос этот сложный и на подготовку ответа требуется им не менее двух недель.